Ленина 82. Этот адрес на устах у многих нефтеканцев вот уже две недели. Вот, собственно, этот дом, девятиэтажка на четыре подъезда, в которых располагается сразу 360 квартир. Местные жильцы уже не знают, где располагать свои автомобили и тем более, куда отправиться с ребенком на прогулку. Детская площадка, конечно, есть. Вот она. Но, согласно кадастровой карте Республики Башкортостан, она должна была продлиться еще и на эту территорию. Но что мы видим? Сегодня здесь развернулось строительство. И что с этим делать, местные жители не знают. Ступор по поводу этой стройки у местных жильцов возник не случайно. Ведь когда они приобретали здесь квартиры, ни о каких домах по соседству не шло и речи. Нам сказали, что, может быть, здесь будет просто один блок, одно строение. А то, что здесь будет дом П-образный, нам этого тут не говорили. Неудивительно, что развернувшейся стройкой в первую очередь недовольны молодые мамы, проживающие в доме на Ленина-82. Во-первых, с подъезда выходишь, сразу забор. Это уже как бы неприятно смотреть, что двор у нас не благоустроен ничем. Чтобы пройти, поиграть с ребенком, это надо нам идти до первого подъезда. Опять-таки, зимой здесь вообще трудно, если даже с коляской идти. То неудобно, очень неудобно, потому что техника от управляющей компании у нас не может, надеюсь, прочистить толком. Немало опасений по поводу возможной стройки новых домов во дворе выражают и другие жители. Где-то год назад у нас было задымление, по-моему, в третьем подъезде. У нас машина «Урал» пожарная, она не смогла проехать. Она поехала, как бы сейчас посмотреть, тогда бы, по-моему, площадки не было детской, она поехала по бездорожью. То есть проблемы даже с подъездом, не дай бог, что случится, машины не смогут пожарные подъехать. Почему же ответственные лица допускают здесь стройку? Ведь даже на публичной кадастровой карте ясно – здесь должна располагаться детская площадка. С соответствующим вопросом мы обратились к ответственным лицам. В результате из городской администрации и Комитета по управлению собственностью жилья мы получили несколько разнящиеся между собой ответы. Вот что говорится в ответе администрации за подписью Владимира Алексеянца. Данные земельные участки предоставлены застройщику для строительства девятиэтажного жилого дома. Размещение детской игровой площадки и элементов благоустройства, разрешенное использование предусматривает строительство многоквартирных секционных жилых домов от пяти этажей с элементами культурно-бытового обслуживания. А вот уже что говорится в ответе из Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Нефтекамску. Земельный участок, расположенный с восточной стороны жилого дома номер 82 по улице Ленина, площадью 3607 метров, выдан для использования в целях размещения на нем детской игровой площадки и элементов благоустройства. Тексты, безусловно, схожи. Правда, если вчитаться внимательно, то можно понять, что в городской администрации о строительстве дома в данном месте знают, а вот в другом ведомстве – нет. Хотя, согласно закону, такого просто не может быть. Ведь городская администрация не может дать добро на возведение дома, не заручившись поддержкой Комитета. Все это невольно наводит на мысли о самоуправстве городских чиновников. Верно ли это предположение, станет ясно после проведения проверки надзорными органами. А как нам пояснили в Федеральной антимонопольной службе, а также в Гострою надзоре, такое мероприятие состоится, причем уже совсем скоро. Мы же будем следить за развитием событий. Лариса Миронова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова